Интеллектуальное путешествие. Так я могу назвать любую книгу, которую написал Леонард Млодинов. Он многим известен как автор Стивена Хокинга, с которым они написали «Кратчайшую историю времени». Но мне на самом деле эта книга не очень нравится, но вот каждая книга самого Млодинова, она действительно прекрасна. Это всегда увлекательная история, когда вы видите человеческие судьбы ученых, развитие мысли, как происходили те или иные научные открытия, как это все развивалось во времени. Вы словно бы становитесь очевидцем этим. И неважно, о чем он рассказывает, о своем учителе Ричарде Феймени, или он рассказывает о математике, никогда не думал, что она может быть настолько увлекательной, или он рассказывает о теории вероятности. И вот две книги, может быть, которые интересны именно подписчикам моего Инстаграма. Это «Неосознанное», это о том, как мозг нас дурит, и совершенно замечательная книга «Прямоходящие мыслители» о том, как развивалась наша мысль. Надеюсь, вам этот автор действительно полюбится. Когда друзья спрашивают меня, с какой книги начать изучение науки о мозге, я всегда рекомендую эту – «Крис Фрид. Мозг и душа». Но не обращайте внимания на душу, тут про душу ничего сказано не будет. Это такой странный русский перевод. На самом деле, в оригинале книга называется «Становление разума». А Крис Фрид – это выдающийся британский ученый, который одним из первых начал изучение когнитивных функций с помощью современных методов исследования функциональной магнитно-резонансной томографии. Именно благодаря его работам мы узнали, что такое шизофрения и аутизм с точки зрения современной нейробиологии. Он был пионером в этих висях. Это корифей нейробиологии современного понимания. И, читая эту книгу, вы узнаете самые важные вещи – как мозг строит реальность, как формируются наши мысли, как организована культура нашим мозгом, опять же. Это очень интересная книга, я уверен, вы не пожалеете. Начинайте с нее. Вопрос, что почитать о мозге. На самом деле, у этой темы есть свои классики. И один из этих классиков – Вильянор Мачедран. Он известен как исследователь и большой ученый. Он научился обманывать наш мозг с тем, чтобы избавлять людей от фантомных болей. Это было очень интересным исследованием, которое получило большие практические результаты. Кроме того, он является одним из главных таких апологетов, который рассказывает о важности зеркальных нейронов. Вы обязательно прочтете об этом в любой его книге. А вот эта книга называется «Мозг рассказывает, что делает нас людьми». В этой книге Рамичедран последовательно объясняет механизмы мозга и показывает, каким образом мы воспринимаем прекрасное, почему мы думаем так или иначе, какие предустановки в нас стоят. Это действительно очень познавательная книга и про мозг, и про то, что делает нас людьми. Интересное исследование Эндри Оуэна и его коллег из Кембриджа, опубликованное в Science, развеяло мифы о том, что люди, пребывающие в коме, в вегетативном состоянии, совершенно не обладают сознанием. Это удивительно, но оказывается, что примерно пятая часть этих пациентов может сознавать то, что происходит вокруг них. Это было сенсацией. Человека просили, находящегося в коме, представить себе, как он передвигается по комнате. И он представлял, и ученые видели это на ФМРТ. Просили его играть в теннис, он представлял, и можно было видеть соответствующую активизацию соответствующих зон мозга. Человек, находящийся в коме. Вот что такое корреляты сознания? Что такое человек, находящийся в сознании? Об этом Станис Ден написал книгу, которая называется «Сознание и мозг, как мозг кодирует мысли». К сожалению, вы здесь не узнаете, как мозг кодирует мысли, но зато вы узнаете, что действительно есть нейрофизиологические признаки, которые позволяют нам увидеть, что человек, находящийся в коме, может быть в сознании.